Добрый день, друзья! Сегодня хочу остановиться на такой теме Как отличить актинидию женскую от мужской? Очень много задают вопросов, почему такая тема поднимается Люди купили два саженца, один погиб Какая у них осталась и какую купить, они допустим не знают Ну вот давайте на примере моих актинидий Вот этим актинидиям около 20, а может и больше лет Растут они в одном месте, актинидия не любит пересадку Значит, по поводу сортов Ну вот у меня какие сорта есть Это такие сорта как оригинальная, киевская крупноплодная, пурпурная садовая, киевская гибридная, фигурная Актинидия мужская есть Актинидия есть крупноплодная, актинидия есть просто пурпурная, актинидия есть рима, актинидия есть сентябская и есть актинидия коломикта Это есть мужская и женская, но я вам ее показывать не буду Вот давайте на примере мы посмотрим актинидии женской Вот актинидия женская Давайте на этом примере мы рассмотрим Вот смотрите, отличие женской актинидии от мужской Ну вот смотрите, женская Значит первое, с чем я не согласен, это с тем, что на плодоножке один цветок Вот смотрите, плодоножка у нас И на плодоножке у нас три цветка Вот вам четко видно Вот у этого сорта так Поэтому вот этот вариант, отличие у нас не подходит Видите, идут три Что дальше? Дальше мы определяем, что у нас есть в актинидии пестик Вот он И есть сразу зависть При том, что если вот опылился мужской, женскую С помощью насекомых И у нас получается зависть Вот основное отличие у нас Это пестик и зависть Вот смотрите, возьмем, я взял просто веточку вам Мужскую У мужской актинидии, вот обратите внимание Нету у нас пестика И нет зависти Смотрите, только меленькие тычинки Меленькие тычинки Следующее отличие, вот смотрите Видите, обратите внимание Что цветок сам по себе Но он меньше, однозначно Вот цветок меньше Видите вам Четко вам все понятно Вот уже здесь отцвел Вот видите Да, вот как Здесь получается Одиночных у нас нету Плодов Ну вот смотрите Сейчас вам покажу сорт интересный Вот этот сорт Обратите внимание На нем есть вот одиночные Видите, вот одиночные есть Одиночные, одиночные Вот это тоже женский сорт И на нем есть одиночные Вот они, есть одиночные И вот смотрите Четко выражено у нас Вот у нас пестик Вот у нас зависть Поэтому, пожалуйста Если вы хотите точно То вот точно мы можем определить Только по пестику и по зависти О том, что говорят Что одиночные не на всех Я вам показывал вот этот пример Смотрите Здесь у нас вот уже есть Собственно говоря Смотрите, на этой веточке Вот уже пошли завязи После опыления И вот они не одиночные Видите, три идут Теперь вам хочу показать Свои актинидии И вот хочу вам рассказать Еще о том Какие они у меня В каких местах растут Вот смотрите Какое обильное цветение Сколько завязей Говорят о том Что актинидии От актинидии Вот мужская и женская Должны быть Ну как бы там 7 метров указывают Кто 10 Источники Ну у меня примерно 40 метров мужская Примерно 40 метров мужская Вот это все У меня актинидии Женские Тоже какая крупная будет В этом месте Очень крупный сорт Сейчас вам покажу Еще дальше Свои лианы Вот эти побеги Которые сверху Надо их все Убирать Для чего это делается Вот эти жировики Чтобы перераспределить Нам потоки Энергии Потому что если Мы их не уберем Вот видите Я без лестницы Где можно Тут немножко поудалял А вот эти Надо с лестницей Вот давайте дальше Вам покажу Сейчас еще Вот смотрите Мои Такие еще Красавицы Лианы Вот они вам Четко видны Видите На даркой В сад заходить Очень красиво Смотрятся они В ландшафте Вот видите Забор Можно вот такой Сделать Будет смотреться И если мы Вот посмотрим Ну просто даже К любому Можем подойти Или что То мы Обратим внимание На женские Что они примерно У нас Все примерно Одинаковые Вот этот сорт Видите Интересный Вот он У нас идут Одиночные Вот о чем Говорят Этот сорт Одиночный Это сорт Я помню Фигурная Садовая Вот они Четко Одиночные Вот где У меня Самый уже Последний Крайний Находится Куст такой Такая Красивая Лиана Ну вот Покажу Вам еще Сколько Лиана Может занимать Место Вот смотрите Вот пошла У нас Лиана Вот видите Вот она Вся пошла Эта Лиана На даркой Такой Сделана Сюда Я ее Вот тоже Завел Вот сюда Тоже еще На забор Завел Просто Чтобы вы Видели Да Она тоже Вот Видите Уже Она Почти У нас Завязями Есть завязи Сейчас Покажу Вам Мужскую Свою Вот Смотрите Какая Красавица У меня Мужская Здесь Правда Вот женская С этой стороны Здесь У нас Женская А вот Пошла Мощная Мужская Солнце С этой стороны Будем смотреть Значит Вот у нас Мужская Какая Пошла Такое Обильное Цветение Вот здесь Соседский Сарай И туда Она Заходит Никому Не мешает Сейчас Еще Обойдем С той Стороны Я вам покажу Это просто Украшение Сада Вот эти Актинидии Плюс Очень полезные Плоды Видите Какие Лианы Смотрите Какая Толщина Лиан Надо Вот эти Уже Почистить Будет Ну вот Какие Лианы Вот так Смотрятся Красиво Сейчас Зайдем С этой Стороны Мужскую Посмотрим Вот Смотрите Какая У нас Мужская Вот Этой Одной Мужской У нас Хватает На 10 Женских Сколько Здесь Насекомых Какой Аромат С этой Стороны Получше Будет Видно Слышно Какой Гул И вот Они Переносит У нас Пыльцу Потихоньку Ее Опыляют Если Хотите Чтобы Было Много Плодов Обязательно Вам Надо Чтобы Была Очень Мощная Мужская Лиана Если У вас Слабая Мужская Лиана Значит Плохое Будет Опыление Потому Что Актинидия У нас Двухдомная Вот Что Друзья Хотел Вам Донести Спасибо Друзья Вам За Внимание А Еще Давайте Остановимся Покажу Вам Саженцы Вот Смотрите Поприкапываю Вот Обратите Внимание Вот Мужские Прикопал Тут Меня Просили Вот Видите Они Уже С цветом То Есть Уже Здесь Есть На Вот Этих Саженцах У Нас Есть Так Называем Плодовые Почки То есть Почки На Цветение Это Мужская Понятно Что Они Будут Такие Саженцы Быстрее Вступать В плодоношение Чем Скажем Саженцы Из Щеренка Спасибо Друзья За Внимание До Новых Встреч В Эфире